Так как люди стали жить у нас лучше, чем в старое время, то и размножаться стали быстрее. Это очень хорошо. Мы это приветствуем, товарищи. Сейчас у нас каждый год чистого прибытия населения – 3 миллиона. Это значит, что каждый год мы получаем превращение на целую Финляндию. Глава для доклада представляется слушателю Красного университета, члену Рабочей партии России Тимошенко Татьяне Алексеевне. Сталин в руководстве «Бакинской стачкой» 1904 года. А приготовиться? Приготовиться, Станеглас, Татьяне Владимировне. «Бакинская стачка» 1904 года – это крупнейшая забастовка нефтепромышленных рабочих. Сталин назвал ее «предгрызовой молнией» накануне Великой революционной бури. Условия труда и жизни бакинского пролетариата были чрезвычайно тяжелыми. 14-часовой рабочий день, физически изнуряющие тяжелые нагрузки, высокая степень производственного травматизма, серьезные профессиональные заболевания приводили к тому, что к 40 годам большинство бакинских пролетариев оказывались инвалидами. Положение усугублялось полным политическим бесправием рабочих, национально-колониальным гнетом, полицейскими преследованиями, грубостью и произволом со стороны начальства. Все это возмущало бакинский пролетариат. В то же время на Обширонском полуострове сошлись интересы как крупного международного, так и национального капитала, как в общем деле свержения монархии, так и в конкурентной борьбе друг с другом. Все эти силы пытались использовать рабочее движение в своих интересах. История – это изучение современности сквозь призму прошлого. Изучая бакинскую стачку и роль Сталина в ней, мы начинаем лучше понимать современное рабочее движение и учимся правильно реагировать на отдельные его проявления. Сегодня в рабочее движение России пришло такое явление, как органайзинг. Органайзинг – это разработанное в Соединенных Штатах Америки на фоне глубочайшего экономического кризиса в конце 1980-х годов системы сдерживания нарастающих классовых противоречий путем упорядочивания рабочего движения в рамках экономической борьбы. Надо сказать, что система эта имела определенный успех на волне разрушения и ограбления Советского Союза. Предстоящей органайзинга были зубатовские организации, которые появились в России в самом конце XIX века. И суть их состояла в разъединении рабочего движения с научным социализмом. Революционеры-интеллигенты изымались из рабочего движения, исцелались в тюрьмы, а вместо них в рабочее движение внедрялись специально обученные агенты, которые ограничивали рабочее движение от проникновения в него научного социализма, а также удерживали рабочее движение в рамках экономизма. Во время бакинской стачки происходит первая спайка зубатовщины экономизма и экономического террора. Сегодня похожее явление можно наблюдать в слиянии органайзинга с троцкизмом. Органайзинг упорядочивает колебания рабочего движения до рамок экономической борьбы, а троцкизм, не признавая фабрично-заводских рабочих авангардом пролетариата и главной движущей силой революции, вымывает почву из-под рабочего движения и призывает малообразованные слои трудящихся, самые поверхностно образованные слои трудящихся к экономическому бунту, а также политически незрелое студенчество. Но такое сочетание является основой не для социалистических, а для цветных революций. Сталин резко осуждал Шендриковщину. Да, это явление получило название Шендриковщины. Сталин резко осуждал Шендриковщину, и он назвал ее внутренним, а потому самым опасным врагом пролетариата. Несмотря на усиление революционного кризиса на фоне русско-японской войны, Бакинский комитет РСДРП считал проведение стачки зимой во время падения цен на нефть и во время прекращения навигации по Каспии, по Волге несвоевременным. Большевики планировали провести стачку весной 1905 года, а в январе считали целесообразным провести политическую демонстрацию. И действительно, вспомним, что пролетарий – это тот, кто, потеряв работу, умирает от голода в течение месяца. Поэтому стачка в декабре была выгодна капиталистам и невыгодна рабочим. Однако шендриковцы сколотили свою организацию гапоно-зубатовского типа, призвав в нее рабочих мелкими экономическими лозунгами. И таким образом 13 декабря в 6 часов утра началась стачка в Балаханском и Биби-Ибатском районе. В стачке приняло участие около 4 тысяч рабочих. Большевики сразу же приняли решение возглавить стачку, чтобы придать ей организованный характер. 14 декабря в Баку приезжает товарищ Сталин. Однако он не входит в состав стачечного комитета, потому что его задачи как лидера Кавказского союза РСДРП были гораздо шире и масштабнее внутренних задач стачечного комитета. Сталин руководил политическим ходом стачки. Кроме того, в стачечном комитете Сталин ковал кадры для будущих революционных сражений, давая возможность революционерам действовать самостоятельно и защищать интересы рабочего класса, стоя лицом к лицу с капиталистами. По этому поводу имеется трогательное воспоминание участницы стачечного комитета Цицелии Самойловны Зеликцин-Бобровской. Она писала, «В иные дни этой забастовки нами допускались кое-какие ляпсусы в деле ее проведения. И мне кажется, что если бы товарищ Сталин был там все время, этих ляпсусов не было бы». Большевики сразу... Да, и хочется отметить, что, говоря о деятельности Бакинского комитета РСДРП на всем протяжении бакинской стачки, мы должны понимать руководящую роль Сталина. 14 декабря Бакинский комитет РСДРП выпускает прокламации с политическими требованиями. Долой самодержавие, долой войну, долой буржуазию, да здравствует социализм. А уже 15 декабря Бакинский комитет РСДРП после обсуждения с рабочими выдвигает 34 требования рабочих к капиталистам. И в соответствии с программным требованием партии первым пунктом идет требование о 8-часовом рабочем дне. Борьба за сокращение рабочего дня – это борьба классовая, борьба между пролетариатом и буржуазией. Она основана на абсолютном законе капитализма, законе о производстве прибавочной стоимости. Поэтому требование сокращения рабочего дня – это не абстрактное желание поменьше работать, а выход рабочим классам за пределы экономической борьбы. Первый шаг к борьбе политической. Начало пути к уничтожению эксплуатации человека человеком и к построению бесклассового общества. К 18 декабря бастовало большинство предприятий Баку, включая нефтепромыслы Нобеля, Ротшильда, Монташева, Мирзуева, Московского товарищества. Большевики проводили многочисленные массовки с политической агитацией и объясняли рабочим вред экономического террора для организованного рабочего движения. Однако братья Шендрикова и Шендриковцы были против сокращения рабочего дня. Как известно, весной 1904 года, захватив Бакинский комитет РСДРП, они начали свою оппортунистическую деятельность с изготовлением листовок с лозунгом о 9-часовом рабочем дне. И только вмешательство Центрального комитета партии предотвратило эту позорную попытку извращения программного лозунга партии о 8-часовом рабочем дне. Бакинская стачка явилась примером большевистского интернационализма. В отличие от шендриковцев, которые великодержавно игнорировали права всех рабочих, кроме русских, большевики боролись за равные права для рабочих всех национальностей. В начале декабря 1904 года по инициативе товарища Сталина была организована азербайджанская социал-демократическая организация «Гуммит Энергия», которая выпускала прокламации на азербайджанском языке. Также была наложена тесная связь с армянской социал-демократической организацией «Гнычак» на БАД, которая разоблачала деятельность националистических буржуазных партий, таких как Дашнак Цутюн. Пропаганда велась и среди самых малообразованных тюркско-иранских рабочих. По воспоминаниям очевидцев стачки, большевики вели пропаганду на всех туземных языках. Шендриковцы постоянно пытались сорвать организованный ход событий и сбить рабочих с организованного пути. Так они сорвали политическую демонстрацию 19 января, задержав рабочих на массовках обсуждениями мелких экономических требований так называемых рукавиц и фартуков. В то же время на площади, где большевики собирались проводить политическую агитацию, купленные шендриковцами провокаторы в толпе кричали «Долой политику! Долой комитет! Не служите комитетчиков!» Сами же шендриковцы признавали революционным только метод экономического террора. Они подбивали слои самых малообразованных рабочих к тому, чтобы они носились толпами по городу, по боку, и поджигали нефтяные вышки. За время стачки было сожжено около 225 нефтяных вышек, а капиталистам только это было и нужно. Для того, чтобы повысить расценки на нефть и свалить это на рабочих, чтобы убрать конкурентов, как известно, шла монополизация бакинских нефтепромыслов, и чтобы сорвать работу стачечного комитета. Таким образом, было сорвано важное требование о равенстве заработной платы для рабочих всех национальностей. Но больше всего шендриковцы пытались сорвать требования о сокращении рабочего дня. Несмотря на то, что капиталисты достаточно спокойно пошли на некоторые экономические уступки, в вопросе о сокращении рабочего дня они стояли насмерть. 22 декабря капиталисты выдвигают ультиматум стачечному комитету, потому что с 23 декабря рабочие приступили под страхом увольнения к работе. Однако бакинский комитет РСДРП обратился к рабочим с призывом продолжить стачку и твердо стоять на 9-часовом рабочем дне. В результате бакинской стачки 30 декабря 1904 года был заключен первый в России коллективный договор. Первый пункт этого договора гласил, рабочий день для начинающих работы утром и работающих до вечера устанавливается в 9 рабочих часов в течение всего года. И это была действительная победа бедняков-пролетариев над богачами-капиталистами, вспоминал Сталин, победа, положившая начало новым порядкам в нефтяной промышленности. Благодаря большевикам бакинская стачка прошла под лозунгами классовой борьбы и явилась по сути своей ожесточенной, изнуряющей, кровавой, но в конечном счете успешной борьбой за коллективный договор. Рабочей партии России удалось разыскать оригинал первого коллективного договора благодаря Российской национальной библиотеке, которая находится у нас на площади Островского. И снять копии с него, перепечатать его в удобном формате. И уже сегодня каждый желающий может ознакомиться с содержанием коллективного договора, который составляет 23 пункта на сайте Фонда рабочей академии. Несмотря на успех стачки, большевики предупреждали рабочих, что впереди предстоит трудная борьба с капиталистами за соблюдение положения коллективного договора. Они призывали рабочих, прекратив стачку, копить силы для нового общероссийского наступления пролетариата на капиталистов и самодержавия. Сталин в бакинской стачке впервые ярко проявил свой талант крупного стратега и руководителя и показал, что только большевик-ленинец является настоящим вождем пролетариата в борьбе за свержение иго-капитала, что только коммунист-ленинец ведет пролетариат к победе. АПЛОДИСМЕНТЫ Широха страна моя родная, много в ней лесов, полей и ветер. Я другой такой страны не знаю, где так больно дышит человек. Я другой такой страны не знаю, где так больно дышит человек.